А всем доброго времени суток, друзья! С вами Заскозий Пентоксидович, и мы начинаем! Сегодня у нас в гостях замечательный персонаж под ником Телепус. Это новый игрок старой фракции ФД, на которую недавно напала фракция Си и разгромила полностью все структуры в космосе. Итак, Телепус, у нас к вам всего несколько вопросов. Кто именно на вас напал? Почему на вас напали? Откуда такая агрессия у клана Си на вас? Ну, это Святая Троица. Нараяна Спарка и этот самый. Ну, во-первых, они любят ПВЕ-щенков. Это самое первое. Во-вторых, я не знаю, какие у них давние счеты с ФД, но где-то кто-то когда-то им насолил. И поэтому время от времени мы сталкиваемся иногда. А может есть какая-то еще причина? Не зря же они охотятся именно на вас. Чем мы их так раздражаем, я не знаю. Я их обычно не трогаю. Так это. Так может в этом вся и проблема, то, что вы их не трогаете? Может пора уже целому клану сплочиться, победить негодяев? Победить их? Отомстить? Ну, есть вариант, скажем так, я думаю. Но тем не менее, это самые сильные игроки, скажем так, на сервере. И самые старые. Ну хорошо, насколько эти игроки старые? Они с момента основания сервера на нем играют. Но время их проведенное в игре, это не факт. Это не значит, что они как игроки сильные. Может они долгое время жили на ПВЕ и только потом вылезли на ПВП. Скажем так, на сервере выключено закапывание, ну вот этого, да? Бурон, грунт. Но они наши корабли закопали. Так что, по-честному с ними играть почти нереально. Ну хорошо, понятно. А как так получилось, то, что они слили ваши координаты в космосе? Самое интересное, что, я так понимаю, они подозревали, что в этом самом... Ну, что здесь что-то существует. Это уже и так было понятно. У нас слишком много логов было завязано на Берсефону. Не, ну одних логов это точно недостаточно, чтобы найти корабли, да еще и целую базу. Ну да, а как они нашли в космосе планету, вот это вопрос. Либо проследили за кем-то конкретно, кто-то по прямой летел. Но как можно проследить, чтобы... Или наставили маяки так, что наши корабли не реагировали. Я, допустим, когда летел по поясу астероидов, я видел крутящийся корабль. То есть я его видел, но алярма он не подавал. Внимательный человек, находясь километра за три от места выхода кораблей из варпа, и потом отследив тебя по прямой, найдет по-любому. А если он не один зашел, они все втроем там были, то... Жалко. Ну ладно. Господи. Если они все найдут в космосе, конечно, то да, будет очень жалко. А что именно? Какая техника на вас напала на орбите? Вообще-то небольшая. Спарка любит воевать на МСках. В основном. Обычно его с красным окрасом. А на Рояна полюбляют большие корабли. На чем они все втроем прилетели, я не знаю. На космос сейчас прочесывают четко, я думаю. Возможно, даже поставили какие-нибудь маячки. А особенность этой местности, понимаешь, она загнана в угол. Из нее невозможно сделать прямой варп. Это ошибка изначальная. Здесь нельзя было размещать станции. То есть, станции должны быть в следующий раз в том секторе, из которого можно сделать варп с места. До станции уже добирайся как угодно. И размещать ее дальше. Хотя бы вдвое дальше. Я сейчас просмотрю, если они нашли и дальние корабли, которые упрятаны в секторе, то это... Сам бы спарка их не нашел. Это точно. Ну, я бы так не говорил. Насколько известно, для клана Си нет ничего невозможного. Значит, на орбите это самое, собраны все корабли, которые там были. Хотя их было... Они понаходили все, что находилось в радиусе 50 километров. Даже то, к чему не летали. Прикинь? А что там были за корабли? Там была... Рапира висела в космосе. И еще один Сайлант висел в космосе в дальнем. И этого всего нету. Нету ничего. Ну, понятно. А у нас на связи с Игильдеей Телепузо. Как нам стало известно, он скачал со Стима какой-то префаб и все-таки хочет оформстить негодяям. Давайте послушаем его. Слушай, только вот вообще странно. Вот в этом рекорде я смотрел. Там пушки почему-то спрятаны за блоками. А, вообще-то тут, по-моему, спрятаны за блоками? Ага. А за тонкими или нет? Нет. За полноценными блоками. Я не знаю, почему и для какой вообще. Даже не могу понять, как они работают в таком случае. Это надо проверить будет. Ну, в творческом режиме они ни хрена не работают. За ними спрятано оружие, да. Пушки. Почему-то. Так странно. Прям внутри закрыты. Может быть, какие-то это, типа, отвлекающие. Они берут огонь на себя изначально, как бы. Возможно, возможно. Раньше можно было стрелять. Может быть, раньше можно было стрелять сквозь блоки, когда вы это самое. А сейчас просто нельзя. Кто-то ЦПУ туда впихнул, так, от фонаря-то, и всё. Он летает вообще? Ты попробовал его забирать? Да. В творческом. Летает, да? Летает. Очень шустрый. Ну, как шустрый? Ну, как здесь. По максимуму, да. Сколько разрешается. Ну, вот. Ну, здесь две тысячи слитков всего золота получается. Я сейчас гляну, сколько его там есть. Потому что золота было. Но не так много. Я потом, что его, ну как, я его собирал ещё, улыбался. Зачем так много? Для ЦПУ. Ну, я так понимаю, что там... Ну, вот, может, мы сейчас этот самый Маус построим, если... Отпугнём их от этого самого. Потому что, я так понимаю, Маус покруче их кораблей будет. То есть, вы действительно думаете, что префабная техника со Стима может быть лучше их кораблей? Чё-то мне кажется, что когда у нас появится Маус, у них появится удвоенный Маус. И мы не будем знать, откуда. А Спарка долгое время играл на этом самом, на замедленном, как это называется, на замедленном пинге, по-моему. В общем, он так игрался с передачей данных между сервером и компьютером, что в него никто никогда не мог попасть. Он был бессмертный. Сейчас это вроде бы подправили, по крайней мере, так он пишет. А вообще-то, не знаю. В общем, он из тех, кто ищет дыры, а этот... А Стим их закрывает потом. В последнее время мы очень часто слышим имя такого игрока, как Спарку. Можете, пожалуйста, в двух словах рассказать о нём? Админ сервера — это бог. Ну, понятно. Какие ваши дальнейшие действия? Что вы будете делать в ближайшие дни? Я пока поживу в этом. В творческом режиме порисую станцию. Я так понимаю, сидя в креативе, вы просто будете ждать, пока выйдет новое видео? Ну да, они на видео снимают, как это самое. Они воюют. И выкладывают на YouTube. Ты что, не видел? Нет. А где можно его посмотреть? А ты зайди на чат New Age, и он там выкладывает... И у него канал есть «Будни Империона». Подписчиков немного, 42 человека, но тем не менее. И в основном чате New Age есть видео, вот эта вот, ну, вкладочка. Выбираешь её, ну, на Дискорде, и смотришь там выложенные видео. И как над нами издеваются. Понятно. Спасибо большое, Телепус, за это откровенное интервью. Ну и напоследок, что вы можете сказать по всему этому поводу? Я так думаю, что всё, что не запрещено, всё разрешено. А с вами был Заскозий Петоксидович. До новых встреч на New Age. Ну, кажется, на нас напали. На Раяна. Если можешь, на свой корабль. Не на Раяна, тут их раз, два, как минимум. Да. Нашли. Три, да, их. На Раяна, Спаркка и этот самый. На меня пал ты. Угу. А нет, они на базе, в смысле? Это где? Ты чё, в космосе нашли, что ли? Да, да. А как? А вот это интересно самому. Так вот почему ничего не писали. Да, 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 да. Обрадовались. Наконец-то. А-а-а-а. Мам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok